Продолжение следует... Значит, во-первых, объявление на странице курса, это уже висит. Значит, экзамен пройдет в воскресенье 13 декабря. Экзамен будет происходить в дистанционном формате и выглядеть следующим образом. Значит, все, кто хочет сдавать экзамен, надо написать мне на почту QuestMatam. Не позднее, значит, субботы, накануне экзамена. Но сильно рано, лучше не писать, иначе может нечаянно потеряться имейл. Вот, не пишите сильно заранее, не надо уже прямо сейчас бросаться и писать имейл. Вот, накануне экзамен надо написать имейл такого содержания. Содержание. Я такой-то, такой-то фамилии, имя, хочу сдавать экзамен по анализу за первый семестр. Вот. И я в воскресенье 13 вам на этот имейл, с которого придет письмо, пришлю задание экзамена. Дальше вы его пишите до, и до, где-то с 11 до 2, и не позднее 2 часов дня присылайте обратно. Вот. Значит, вот в таком формате будет проведен экзамен. Значит, еще ближе к делу я все это скажу. Если все будет, как я ожидаю, то следующий раз, 4 декабря, будет последняя лекция в этом семестре. Накануне экзамена, в пятницу, 11 декабря, можно будет, вот прямо начиная с этого времени, я буду принимать до вечера задачи листочка. Вот. Можно будет сдавать там, кто хочет что-то сдать. Вот. Значит, и вот задачи будут приниматься до экзамена включительно. Значит, вот. Ну и дальше пишите экзамен, и в течение недели после написания экзамена к каждому, кто его писал, придет ответ с результатами проверки. Вот. Значит, будет написано, что сделано не так, какие задачи зачтены, какая оценка поставлена. Вот. И в этом же письме будет указан, какой у вас результат по листкам, чтобы вы понимали, надо там что-то доздавать, не надо. Вот. Это то, что касается, значит, окончания курса. Так. Теперь давайте вспомним, на чем мы остановились в прошлый раз. Чем мы закончили? Мы, по-моему, компакты обсуждали вдоль и поперек. И вот сейчас, вот чем мы закончили прошлую лекцию? Кто-нибудь помнит? Там была теорема о контр-умножстве и компакте. Ага. То есть мы будем доказывать, что всякий компакт является непрерывным образом кантеровского множества. Вот давайте этот примечательный факт с вами обсудим. Значит, что такое кантеровское множество было в прошлый раз сказано, и в прошлый раз было установлено, что между множеством кантера и множеством омега всех бесконечных последностей нулей и единиц, где в качестве метрики берется вот такая, ну, почти что, значит, метрика считающая, почти что считающая в скольких битах, значит, ошибка, вот такая метрика, а здесь метрика обычная. Х минус у, это все на отрезке происходит кантеровское множество. И в прошлый раз было сказано, что было доказано, что вот эти два, значит, множества, они гомеоморфны. То есть естественное соответствие между ними является гомеоморфизм. И соответствие такое. Вот когда мы строим кантеровское множество, мы выкидываем середину, а вот этому отрезку приписываем ноль, этому отрезку приписываем единицу. Ну и на следующих итерациях повторяем действие, опять выкидываем середину и опять приписываем сюда ноль, сюда единицу. Вот. И так далее. Значит, вот эта процедура позволяет каждой точке кантеровского множества сопоставить последовательность нуля единиц. И наоборот, каждой последовательности нуля единиц, благодаря теореме обложенных отрезков, сопоставить точку кантеровского множества. Вот. Но кроме того, оказалось, что это сопоставление, это не просто объекция, а это непрерывное отображение. Потому что фиксируя начальный набор цифр этой записи, мы тем самым фиксируем начальную последовательность отрезков. Значит, если у двух точек одинаковое начало вот в этой записи нулями и единицами, то значит, они лежат в некотором маленьком отрезке. Но это и есть свойство непрерывности. Вот. Теперь утверждение, которым мы закончили. Значит, теорема, что для всякого метрического компакта существует непрерывное отображение F, такое, что это компакт, айтика обозначен, есть F от C. То есть, всякий компакт есть непрерывный образ кантеровского множества. Значит, как это доказать? Вот давайте попробуем это сделать. Значит, поскольку мы знаем, что кантеровское множество гомеоморфно последовательностью нуля и единиц, то мы будем доказывать, что любой компакт можно получить как непрерывный образ вот этого метрического пространства омега. Значит, вот у нас есть последовательности нуля и единиц, и мы из этих последовательностей нуля и единиц, значит, вот отображаем F, и отображение должно быть сюрреективным и непрерывным. Вот давайте, значит, попробуем это с вами сделать. Для этого вспомним, что хорошего мы знаем про компакт. Вот какое, может быть, самое небанальное наблюдение мы знаем с вами про компакт. Ну вот, что мы на прошлом занятии научились делать с компактами? Как мы научились их, что мы научились у них находить? Вот на прошлой лекции было некое важнейшее свойство компакта, что компакт – это какое множество, и оно же почти что характеризуется. Вполне ограниченное. Вполне ограниченное, да. Значит, вот этим мы будем и пользоваться. Значит, мы вполне ограниченное, значит, для каждого эпсилона можно строить конечную эпсилон-сеть. Вот давайте возьмем эпсилон, равное единице. Тогда существует конечная эпсилон-сеть. Это значит, весь компакт можно покрыть конечным набором шаров радиуса 1. Значит, вот у нас будет какой-то здесь N1 – это количество этих шариков. Ну, мы всегда будем считать, что мы никаких пустых здесь не содержим. То есть, ну, пустых в том смысле, что в каждом из них есть что-то из К. Вот. Значит, вот мы накрыли. Значит, в К выделились такие кусочки. Значит, КЖ, ну, давайте 1. Это у нас К, пересеченное с БЖ1. Ну, можно замкнуть, чтобы это были прям замкнутые тоже множество. Вот. Значит, вот у нас получились такие вот кусочки. Значит, К пересекли с шаром. Теперь, смотрите, сразу же параллельно будем действовать так. Давайте заведем такое, значит, M1, что последовательности нулей единиц длины M1 хватает, чтобы закодировать каждый из этих кусочков. Значит, при этом, конечно, но вы же не знаете, сколько их же необязательно. Количество шаров здесь – это два в какой-то степени, да? А, значит, вполне возьмем с избытком. Значит, если здесь вот, ну, какое-то натуральное число N1, мы возьмем M1 так, чтобы вот этих хватало с избытком. И если окажется, что мы, ну, вот, присвоили каждому кусочку код свой из нулей единицы, но у нас еще остались коды, то мы их просто как угодно присваиваем имеющимся шарам. То есть, один и тот, разные коды могут указывать на один и тот же кусочек. Это вполне разрешается. Значит, после этого у каждого кусочка появился свой, как бы, вот такой код из нулей единицы. Значит, каждому приписали вот такой вот код. Теперь следующее, понятно, да, что произошло? Значит, накрыли, компакт разрезался на кусочки, каждому кусочку присвоили свой штрих-код, как бы. Теперь следующий шаг. Берем ε, равное 1, 2. И каждый кусочек покрываем соответствующей ε сетью. Вот каждый этот кусочек, значит, и каждый, для каждого g, kg1 покрываем вот какими-то шарами. Одна, вторая, здесь g1, объединить и так далее, объединить. Одна, вторая, g, ну, какое-то вот там будет n, g2 и так далее. То есть, вот мы каждый кусочек накрыли каким-то своим набором шариков. Количество этих шариков, естественно, зависит от кусочка. Вот, значит, но, тем не менее, это можно сделать, поскольку мы можем накидывать ε сетью. Теперь мы делаем такую штуку. Значит, мы смотрим, ну, вот каждый кусок накрыли, образовалось вот такие вот наборы шаров. Вот будет n2, 1, n2, 2 и так далее, там n2, n1. Вот, значит, мы делаем следующую штуку. Во-первых, выбираем из этих максимум. И берем в качестве m2. Вот здесь был m1 построен, а сейчас строим m2. Берем такое натуральное число, что последовательности из нулей единиц длины m2 хватает, чтобы закодировать все натуральные числа от единицы до максимума из этих. Понятно, да, что происходит? Значит, заводим такие коды из нулей единиц. И дальше делаем следующее. Каждому кусочку присваиваем свой код. Значит, вот для каждой группы вот этих вот, k, j1 пересеченная с b, j, k, 1, 2. Вот для каждого такого куска можно его обозначить, там, я не знаю, как k, значит, 1, 2, j, k. Вот. Значит, для каждого этого кусочка заводим такой штрих-код. Значит, опять, если этих кусочков меньше, чем этих кодов из нулей единиц, ну, повторяем их, значит, присваиваем одному этому, может, кусочку разные такие коды. Это нас совершенно не пугает, то есть может оказаться, что разным кодам из нулей единиц соответствуют одинаковые кусочки. Вот. Но используем один и тот же набор кодов для каждого из j. Вот для j1, для j2 и так далее, для j, там, n1. То есть у нас, смотрите, картинка выглядит так, того, что происходит. Мы взяли компакт k. Сначала его разбили шариками радиуса 1 на кусочки. И каждый кусочек закодировали соответствующим кодом. Потом мы каждый из этих кусочков накрыли шарами. Уже радиуса 1 на 2. И каждый из имеющихся кусочков, получившихся, опять закодировали. Ну и так далее. Повторяем процедуру. Значит, что у нас получается в итоге? Значит, у нас получается такая странная конструкция. Вот если я возьму теперь последовательность нулей единиц. Вот здесь какие-то нули единицы. И отделю первые m1 знаков, потом следующие m2 знаков, потом следующие m3 знаков и так далее. то каждой такой последовательности я сопоставлю. Что я им сопоставлю? Вот по моему построению, что будет сопоставляться с каждой такой последовательностью? Видимо, точка. Ну, перед тем, как появится точка, появится что? Вот прямо из построения. Пересечение шаров. Ну, не шаров, а вот таких кусков, да? Значит, будет какой-то кусочек типа k1, в нем будет содержаться кусочек компакта k1, 2 и так далее. Значит, у меня каждый из этих кодов на каждом месте, он указывает на определенный кусочек внутри уже выбранного. Вот. Значит, поскольку это кусочки компакты, они вложены друг у друга, то их пересечение не пусто, и более того, их пересечение состоит всего лишь из одной точки. Вот давайте поймем, почему их пересечение не пусто, и почему их пересечение состоит ровно из одной точки. Ну, давайте, почему ровно из одной? Потому что они оцениваются со шарами радиусы, которые стремятся к нулю. Ну да, каждый кусочек лежит в шаре радиуса 1n, значит, расстояние между точками стремится к нулю, а значит, так сказать, если там было бы две точки, но расстояние между ними было бы 0, тем самым это не 2, а 1. Теперь, как доказать, что точка такая есть? Давайте в каждом из этих k 1n ткнем какую-нибудь точку xn. Тогда, поскольку это все дело происходит в компакте, существует подпоследность, которая сходится к некоторому x. Но поскольку эти кусочки вложены друг в друга, то эта последность, начиная с некоторого номера, лежит в каждом наперед заданном кусочке. поскольку это компактный, то значит, и x лежит в каждом таком кусочке. Ну, замктое множество, значит, содержит пределы. Вот. Но тем самым вот у нас получилось, что есть точка x, которая пересечения всех этих. Понятно, да, почему есть точка? Ну, мы уж проделывали что-то похожее, по-моему, в предыдущей лекции. Вот. Теперь отображение. Значит, тем самым появляется отображение из омега в компакт, которое вот так, в последовательности нулей единиц, по вот этому правилу сопоставляет точку x. Это пока некоторая функция. Значит, давайте поймем, что она сюръективна. Почему вот это отображение f является сюръекцией? Что скажете? Каждое покрытие покрывает все точки. Каждая точка может быть сопоставлена по следовательности. Да, правильно. Каждая точка, значит, мы покрывали весь компакт целиком. Значит, когда мы зафиксируем точку x, мы сможем указать на каждом шаге кусочек, который ее содержит. То есть мы для каждой точки x сможем построить такую последовательность кусочков. Никто не говорит, что единственным образом. Да, потому что эти круги друг с другом пересекались, поэтому куски получались не такие. Они могли очень даже пересекаться друг с другом. Но, тем не менее, мы можем выбрать на первом шаге кусочек k1. Дальше, если в нем лежит точка x, в котором лежит точка x. Дальше на втором шаге выбрать под кусочек этого k1, k1, 2, в котором лежит x. И так действовать на каждом шаге. Значит, тем самым получится последовательность вложенных кусочков, которые содержат x. Ну и ничего больше, естественно, не содержит. Потому что, как вы сказали, у них диаметр к нулю стремится. И выписать соответствующую последовательность. Вот. По каждому кусочку у нас каждый кусочек кодирован последовательностью. Все. Значит, мы получили, что это всю реекцию. Теперь давайте обсудим, почему f непрерывно. Значит, что нужно понять, чтобы доказать, что она непрерывна? Ну, надо доказать, что если у нас вот мы взяли какие-то две последовательности, ну, давайте, я не знаю, альфа и бета из омега, да, то мы умеем делать такую штуку. Значит, мы умеем для всякого ε находить дельта, что как только расстояние между этими последовательностями меньше дельта, из этого сразу должно следовать, что расстояние между f от альфа и f от бета меньше ε. Но вот это расстояние в омега маленькое. Это означает, что первые координаты, да, первые элементы этих последовательностей совпадают. Вот взять маленькое дельта, это просто зафиксировать сколько-то вот здесь цифр. Значит, почему из этого следует, что у вас f от альфа и f от бета меньше ε? Теремикан. Не, ну это какой теремикан-то? Это если бы вы уже знали, что все непрерывно, там была какая-то равномерная непрерывность. А здесь мы только доказываем, что будет какая-то непрерывность. Значит, знаете, что означает, что мы вот взяли вот сколько-то зафиксировали, что у двух последовательностей вот эта последовательность альфа, а вот последовательность бета. И у них начало вот досюда совпадает. Это что означало бы? То, что они лежат в каком-то... Что соответствует... На каком-то шаге. Правильно. Соответствующая цепочка вот этих кусочков компакта, которые мы строим для последовательности альфа и для последовательности бета. Вот мы начали... Значит, мы пытаемся понять, кто такое f от альфа. Как мы это понимаем? Мы строим последовательность вложенных кусочков для последовательности альфа и строим последовательность таких же кусочков для бета. Но если у меня начало этих последовательств совпадает, то и начало соответствующих цепочек будет то же что? Совпадать. А значит, вот то, что здесь будет лежать в итоге f альфа, здесь будет лежать f бета. Но если у нас начало совпадает, ну вот скажем, все до третьего шага включить не совпало, то это означает, что и f от альфа лежит в этом множестве, и f от бета, это у них одинаковое множество. Вот совпадение в начале означает, что эти одинаковые. Вот потом уже они стали различаться. Но если обе точки лежат здесь, то они лежат в шаре, но в данном случае радиус 1 треть. Значит, между ними расстояние не больше 2 третей. Если мы дальше оторвем, значит, на каком-то шаге n, то получится, что расстояние между f от альфа и f от бета не больше, чем 2 делить на n. Потому что они оба лежат в шаре радиуса 1n. А это и означает непрерывность. То есть, как только я выбрал достаточно далекое n и зафиксировал начало, это как раз означает, что в омега я взял достаточно маленькое расстояние между последностями альфа и бета, то у меня сразу оказались близки f от альфа и f от бета. Это и есть непрерывность отображения. Вот мы доказали, что образ Кантеровского множества это в точности, ну, образ в данном случае омега, которая ремиоморфна Кантеровскому, это в точности компакт К, и отображение непрерывно. Есть ли вопрос по доказательству? Значит, какое следствие из этого утверждения? Вот такое немножко удивительное следствие. Но по-своему красивое. Значит, следствие. Пусть К – это выпуклый компакт в РН. Значит, выпуклый компакт – это значит, что он содержит вместе с двумя точками отрезок и их соединяющий. Значит, взяли компакт, вот, ну, например, я не знаю, там, куб, шар взяли, липсоид взяли. Значит, выпуклый компакт в РН. Тогда существует непрерывное отображение F отрезка 0,1. Значит, непрерывное, давайте допишем, сюръективное. Сюръективное отображение F отрезка 0,1 на этот компакт. Ну, вот такого рода отображение принято называть кривыми пиано. Значит, вот они заметают своим образом весь компакт. То есть, вот мы воспринимаем это просто как вот, ну, скажем, на плоскости, если дело было. Да, вот у вас было бы X, Y. Ну, и, например, вы в качестве компакта взяли квадрат. Выпуклый квадрат, выпуклый нож, что вот, да, бутренность и граница квадрата вместе. Значит, и что же такое? Просто что значит отображение отрезка? Значит, T переходит в X от T, Y от T. Но когда так пишут, то все воспринимают это как вот движение, да, когда время меняется, вот точка начинает рисовать какую-то кривую. Вот. Ну, и кажется, ну, что вот можно придумать, если X от T, Y от T – это непрерывные функции? Ну, вот если они не непрерывные, то, конечно, мы знаем, что это не банальная вещь. Это просто факт о том, что можно установить, значит, ну, всегда есть беекция, да, между там или, по крайней мере, есть сюръекция из отрезка вот на под любое подножество Rn. Да, потому что отрезок континуален, Rn континуален, ну, и тем самым на любое подножество есть сюръекция. Но здесь существенно больше. Здесь это требует, чтобы это была не абы какая сюръекция, а чтобы это было непрерывным. Вот. Ну, вот оказывается, что непрерывные могут быть тоже так плохо устроены и давать такое сюръективное отображение отрезка на квадрат. Вот. Значит, ну, вот это там пиано открыл в XIX веке. С тех пор называется кривой пиано. Давайте попробуем придумать, как это сделать. Значит, ну, есть некоторые такие конструкции, типа вот стандартные, как, например, устроить без всякой науки прокантовские множества, как устроить такую кривую в квадрат, чтобы было. Но это гораздо мощнее штука. Вот вы, я не знаю, там любое выпуклое, какой-нибудь многоугольничек рисуете, и, пожалуйста, вот такая кривая тоже есть. А в R3 уже и более захватывающий дух, тем самым, например, есть. Вот. Значит, давайте попробуем изготовить такую штуку. Значит, у нас уже кое-что есть в запасе. А именно, значит, мы взяли кантеровское множество в отрезке 0.1. И у нас есть непрерывная функция F. Пусть будет, да, F с волной. Непрерывная. Из C на компакт К. То есть это мы уже знаем, что есть такое. Теперь нам надо доделать, чтобы это было отображением прямо отрезка. Потому что кантеровское множество это совсем не отрезок. Вот и спрашивается, как нам доделать это отображение, чтобы оно было уже непрерывно на всем отрезке, так сказать, определено было на всем отрезке, а не только на кантеровском множестве. Можно взять отображение из отрезков кантеровское множество непрерывное? Из отрезка куда? В кантеровское множество? В кантеровское множество. Мы же строили вот эту объекцию, когда брали последовательные троичные и, получается, двоичные. И отображали друг друга. Нет, но это не будет. Сейчас, это было наоборот. Это было отображение из кантеровского множества на отрезок. А обратное, оно совершенно не обязано быть непрерывным. Мы же отображали, вот там то, что с омега, да, вот это вот вы имеете в виду, да, когда С переводили в последность 0,1. Но омега – это совсем не отрезок 0,1. Потому что вы не можете омега сопоставить с отрезком 0,1. Здесь одной и той же точке будет две последности записываться. Это отображение заведомо разрывное. Если смотреть на как на… Вот если пытаться обратно отображать, то то, что получится, даже с учетом того, что мы там что-нибудь определим, будет разрывным отображением. Потому что вы здесь подходите к одной точке, одна, вторая справа и слева. А при этом здесь подходите к разным последовательностям. В одном случае последовательность будет единица стоять в другом нули. И они ближе не становятся. Собственно, кантеровское множество можно себе так и представлять, что у вас был отрезок, вы сделали надрезы в серединах, в одной второй, там, в одной четвертой, в трех четвертых и так далее. И раздвинули. Вот сделали так, чтобы эти лоскутки разъехались в сторону. Но когда вы так сделали, вы заведомо разорвали отображение. То есть у вас дырки появились, у вас разрывы появились. Вот. Поэтому… Нет, так не получится сделать. Так. Давайте думать, значит, как бы нам с вами доделать. Значит, вот смотрите, на кантеровском множестве есть, но вот мы, например, берем теперь, где нет. Вот нас одна треть, вот две трети. Вот спрашивается, вот в этих точках я знаю, пусть вот эта перешла, например, в А, а эта перешла в В. Как мне доопределить соответствующую функцию на вот этом отрезке? На этом интервале. Вот у меня на этом интервале нет значений функции f. Значит, как мне доопределить? Значит, вот f от x равно f с волной на кантеровском. Ну, а теперь я начинаю доопределять. Вот, например, что мне надо сделать, когда x лежит в интервале от одной трети до двух третей? Как мне, естественно, доопределить эту функцию? Так, предлагайте. Ну, значит, если x – это одна треть плюс t делить на 3, то f от x – это а плюс t вектор а, b. Ну, да, значит, вот это берем x здесь, да, смотрим, x является выпуклой комбинацией вот этих двух точек. То есть x – это какое-то, скажем, 1 минус t на одну третью плюс t на две трети. Правильно? Где t бегает от нуля до единицы. Ну, а теперь, значит, f от x будет с теми же отношениями 1 минус t f с волной от одной трети плюс t f с волной от двух трети. Ну, и так мы можем проделать на каждом. Значит, и так на каждом выброшенном интервале. Вот. Понятно, да? То есть я просто гуглой по линейности сделал. Продолжил, как будто вот если бы все было одномерно, это было бы такое линейное продолжение. Вот. Я... Мне надо было доопределить движение кривой на этом промежутке. Ну, и я просто определил так. Я проехал по отрезку от а до b. Вот. Значит, какой, естественно, вопрос возникает при таком способе определения функции? Ну, он, собственно, здесь единственный вопрос. Значит, чего не вполне очевидно? Значит, не вполне очевидно является ли отображение f непрерывным. Вот. Давайте посмотрим. Значит, можем ли мы это как-то объяснить или нет? Значит, где мы точно знаем, что непрерывно? Значит, ну, очевидно, непрерывно на всех интервалах выброшены. Потому что вот явная формула, задающая f от x на этих интервалах. Очевидно, что она зависит от x непрерывно. Ну, потому что это то же самое, что непрерывно зависит от t. А здесь просто линейная конструкция. Вот. Значит, на интервалах дополнения к кантеровскому множеству получилась отличная непрерывная функция. А где получается не очевидно, что она непрерывна? В каких точках? Кантеровское множество. Да. Значит, теперь надо объяснить, почему эта функция непрерывна в точках кантеровского множества. Значит, вот давайте поглядим, значит, что у нас будет. Вот мы взяли с вами вот так сделали такое определение. Вот отрезок. И вот мы взяли точку из кантеровского множества. Пусть точка А это точка кантеровского множества. Значит, как мне объяснить, что это будет, что функция в ней непрерывна? Ну, как объяснить? Значит, я должен объяснить, что f от а минус f от x достаточно мало, меньше ε, как только а минус x меньше δ. То есть, я должен научиться указывать окрестность, в которой все значения функции будут друг от друга мало отличаться. Значит, вот давайте думать, как я буду выбирать вот эту окрестность дельта. Значит, из каких соображений надо сначала выбрать дельта? из непрерывности нашей сюрреекции. Правильно. Из того, что я знал, что f с волной непрерывно, значит, выбираем дельта для нее. Значит, найдется такое дельта, давайте, один, что когда x минус a меньше дельта 1, но при этом x берем из c, то вот мы знаем, что f с волной от x минус f с волной от a меньше ε. Так, значит, вот я взял здесь, вот у меня будет a минус дельта, здесь будет a плюс дельта. Так, что осталось проверить? Расстояние до выкинутых точек. Да, вот, значит, теперь, действительно, теперь осталось посмотреть. Хорошо, значит, вот у меня есть, пусть теперь x не из c. что мне делать, если x не принадлежит c? То есть, вот, допустим, x минус a меньше дельта 1, но x уже не лежит в c. Значит, как мне тогда быть? Значит, вот мне надо сравнить f от x и f от a, но f от a это f с волной от а. То же самое. Значит, вот надо понять, почему это маленькое. Так, и почему же это маленькое? Ну, потому что x лежит в интервале, у которого есть концы. Получается, что расстояние от f от a до f от x не превосходит максимум расстояние до этих концов. А вот это мне непонятно, с чего это? Вы же не знаете концы, где лежат. Ну, подождите, они соединены отрезком, эти два конца. И f от x лежит на этом отрезке. А, я понял. Вы говорите, что если вот это x не лежит в c, то значит, x лежит на некотором интервале. Правильно? Значит, x лежит на некотором интервале, концы которого уже лежат в c. Так. Значит, тогда, естественно, f от x значит, как отличается от этих концов? Ну, мы можем даже не писать пока, как отличается. Мы знаем, что это там 1 минус t f с волной от альфа плюс t на f с волной от бета. так, но какая здесь есть трудность? Значит, вот если бы мы, конечно, если бы оба альфа и бета лежали бы в нашей окрестности, значит, если бы и альфа и бета лежали бы в нашей окрестности, вот это а минус дельта 1 и а плюс дельта 1. Вот в этом случае все совсем просто, потому что это отличается на эпсилон от f от а, это отличается на эпсилон от f от а, значит, в этом случае f от x отличается от f с волной от а меньше, чем на эпсилон. Понятно, да? 1 минус t погрешность здесь, плюс t погрешность здесь, получается просто сама погрешность эпсилон. Но так может не случиться, что альфа и бета лежат в этом интервале. Потому что то, что x лежит в этом интервале, не означает, что интервал его содержащий там же лежит. Значит, что нужно оговорить в ситуации, когда, например, альфа не лежит в этом интервале. Ну, бета тоже теоретически может не лежать, но тогда там бы и а не лежал. Поэтому из них только один не лежит. Ну, вот, например, теперь ситуация такая. Вот x лежит в нашем интервале, то есть вот там, скажем, допустим, где-нибудь здесь а, а здесь вот а минус дельта один, а вот здесь y. Таких всего два интервала, поэтому мы их можем выкинуть и рассматривать только точки, которые лежат вне этих интервалов. Мы не можем их выкинуть, потому что можно нечаянно и а выкинуть тогда, потому что в качестве этого x может выступать что? А, на самом деле. Значит, сейчас, или я нехорошо сказал, значит, «ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Тогда вы не можете так от этого избавиться. Вам же окрестность точки А надо предъявить. Да, на этот случай, наверное, уже проще. Ну, можно не выкидывать интервалы никакие, а просто что сделать? Вот, значит, на этом интервале, значит, что мы знаем? Вот у нас где-то бета лежит здесь. Да, вот где-то, значит, сейчас, это какой у-то, господи? Это не у, это альфа. Значит, альфа ушел туда, а вот бета у нас лежит где-то в этом интервале. Вот. Но мы тогда что сделаем? Мы тогда дополнительно для этой точки бета подберем окрестность, в которой, ну, точка бета, кстати, здесь не может лежать. Точка бета лежит с той же стороны, что х. Вот для точки бета. Мы же знаем, что здесь есть непрерывность слева. Вот на интервалах, на которых мы доопределяли, есть непрерывность в концах слева. Ну, потому что мы там линейно определили. Ну, вот мы теперь просто подожмем немножко дельта, чтобы вот эта окрестность, вот здесь, да, была столь малой, что значение f от х отличается от значения f от бета меньше эпсилла. Ну, а уже значение в бета отличается от значения в а тоже меньше, чем на эпсилл. Ну, и мы получаем нужную оценку там с двумя эпсиллами. Значит, вот таких вот случаев, когда есть такой интервал, но он, конечно, такой один только, понятно, да, который содержит а минус дельта 1, и один, который содержит а плюс дельта 1. Тогда мы уменьшим дельта, чтобы отсекать уже близко к... Ну, кстати, тогда, наверное, можно вообще уменьшить дельта так, чтобы... Ну, вот в случае только, когда бета не равно а. Бета не равно а, там трост, как вы сказали, действительно, можно по бета отсечь. А если бета равно а, ну, тогда просто уберем дельт таким малым сделаем, чтобы из-за непрерывности слева было уже все хорошо. Вот. Вот это единственный нюанс, на который надо обратить внимание. Все. А значит, получается, что во всех случаях, когда их снижится и когда их снижится, мы получили, что в малой окрестности будет выполняться нужная нерависть. Вот. Ну, и в это, на самом деле, нетрудно поверить, поскольку мы с вами линейно доопределяли. А линейная функция, она чем хороша? Когда концы держишь, то все, жестко держишь это определение. Вот куда концы поехали, туда и вся, весь отрезок поехал. Вот. Поэтому вот из таких соображений непрерывность почти очевидна. Так. Значит, вот мы научились строить кривую пиано. Вообще, во все даже, может быть, и страшные выпуклые компакты. Вот. И это такое вот красивое применение универсальности Кантеровского множества. Теперь, завершая разговоры про непрерывность, я хотел, вот, значит, несколько комментариев сделать про теоремы о неподвижных точках. Значит, теоремы о неподвижных точках. Значит, это такой немножко обособленный материал, потому что, ну вот, глобально у нас как все устроено? Вот мы долго изучали, что такое числа и что такое метрические пространства. Потом обсуждали непрерывность и элементы топологии метрического пространства. Ну и вот вершины это понятие компакта, критерий Хаусдорфа и универсальность Кантеровского множества. Значит, ну а вот эта тема, она как бы с одной стороны относится к непрерывным отображениям, но не обязательно. И отвечает уже на такой более конкретный вопрос, чем глобальные свойства там каких-то множеств или отображений. Значит, из теоремы неподвижной точки это теоремы о том, что существует Х0, что f от Х0 равно Х0. Значит, первая такая теорема у вас есть в листочке. В одном из листочков, который вы, значит, я надеюсь, вот сдаете доблестно, это теорема Банаха. Вот, там она приведена в качестве задачи, я ее сформулирую, просто пару комментариев по поводу нее сдам. Значит, если Х полное метрическое пространство и f отображающий Х в себя сжимающий, сжимающий, то есть существует такое куб от нуля до единицы, что расстояние f от х f от у меньше либо равно q на расстояние от х до у. Для любых х и и. Значит, если Х полное, а f отображающий х в х сжимающий, то существует единственная точка х0, в которой f от х0 равно х0. Значит, это замечательная совершенно теорема. Она по многим причинам замечательная. Значит, она, во-первых, простая, настолько, что ее можно включить в листочек для самостоятельного решения, ну, с указанием. Собственно, в этом листочке есть всего два указания. Одно это так чисто, чтобы вы поняли, какова типичная ситуация для проверки критерия каши. А самое такое содержательное указание состоит в том, что строить неподвижную точку надо в виде предела вот такой вот последовательности. Значит, где в качестве х1 можно взять произвольную точку, составить вот такой рекуррент, да, то есть следующий определяется как значение уже построенный и, собственно, доказательство состоит в том, чтобы проверить, что xn фундаментально и тогда xn сходится, ну, и будет он сходиться, конечно, к неподвижной точке. вот, что тут важно? Значит, смотрите, во-первых, явный рецепт нахождения неподвижной точки. То есть, вам прямо указывается, вот если вы хотите теперь численно найти неподвижную точку, вы составляете вот такую последовательность и запускаете итерационный процесс. Вот. Значит, более того, очень несложно оценить скорость сходимости. Значит, можно оценить, как быстро приближается. Для этого достаточно посмотреть, как отличается f от xn, ну, дайте я напишу подробно, xn плюс 1 от x0. Но это будет то же самое, что расстояние f от xn до f от x0. Понятно, почему, да? Это определение xn плюс 1 таково и неподвижная точка таково. Значит, и так далее. По условию это не больше, чем q на расстоянии от xn до x0. Значит, на каждом шаге вы приближаетесь в q раз. Если продолжить итерации, то получится, что у вас будет оценка такая, это будет меньше либо равно там константа, это расстояние там, скажем, от x0 до x1 на q в степени n. То есть, вы приближаетесь к точке как вот такая вот экспоненциальная функция, как q в степени n. Вот. Достаточно быстро. То есть, смотрите, теорема Банаха дает рецепт нахождения x0. Сразу же есть оценка того, как быстро будет все происходить. Эта константа c явно указывается. Это тоже важно. Если хотите вычислять это, так сказать, на компьютере, то важно знать в точности сколько здесь. Вот. Но и на этом не заканчиваются бонусы теорема Банаха о неподвижной точке. Она еще дает замечательная устойчивость неподвижной точки. Устойчивость вот в каком смысле. Давайте такое. Устойчивость неподвижной точки. Значит, если вы возьмете отображение, которое мало отличается от исходного, то их неподвижные точки тоже будут мало отличаться. Значит, вот пусть у нас теперь есть два отображения f и g, сжимающие с коэффициентом q. Ну, будем считать, что у них один и тот же коэффициент q. Ну, а если разный, мы из них взяли самый большой. Вот. Значит, и пусть для каждой из них вот теорема выдала неподвижную точку xf и xg. Тогда очень легко сравнить расстояние между этими неподвижными точками. Расстояние между xf и xg. Давайте оценим так. Значит, мы можем написать, что это расстояние f от xf g от xg. Это просто из-за того, что они неподвижны. По неравенству треугольника это не больше, чем расстояние f от xf g от xf плюс расстояние g от xf g от xg. Теперь давайте воспользуемся тем, что это сжимающее отображение g. то есть, вот это последнее не превосходит q на ρ от xf xg. Вот тогда я могу это перенести сюда и получается смотрите, какая штука. получается, что ρ от xf xg умножить на 1 минус q не превосходит. А здесь смотрите, что? Вот в этом слагаем. Здесь f и g вычисляются в одной и той же точке. но можно считать, что я здесь сразу поставлю супремум по всем там, давайте, z расстояний f от z g от z. То есть, вот мы померили расстояние между отображениями. Вот. Ну и вот видите, что произошло. На 1 минус q можно поделить и получится так, что расстояние между неподвижными точками оценивается через 1 делить на 1 минус q расстоянием между соответствующими отображениями. Вот. Значит, вот тоже примечательный весьма факт. Значит, получается, что в плюс еще теорема Банахова дает вот такую устойчивость, то есть при малом шевелении сжимающего отображения неподвижные точки тоже шевелятся мало. Ну и это практически все обычно, что нужно на практике знать для реальных систем. Почему нужна устойчивость? Потому что обычно вы все знаете с погрешностью. Вот вы отображение F знаете с какой-то погрешностью небольшой. Что вы тогда, насколько точно вы воспроизводите неподвижную точку? Ответ. Вот с такой же погрешностью, только отнесенный к сжимающему коэффициенту 1 на 1 в муску. Вот. Значит, вот это такой весьма примечательный тоже факт. И, наконец, последнее замечание. Это удивительная теорема по сочетанию простоты и точности. В этой теореме в условии что написано, что важными условиями является? Смотрите, х полное, а второе условие, f сжимающий. Ну, еще есть, конечно, условие, которое тоже на самом деле условие, это что f отображает х в х. Вот три условия. Не от одного из них нельзя отказаться. Нельзя отказаться от полноты. Вот вы берете, скажем, числовую прямую, выбрасываете оттуда ноль. Вот. Значит, и берете отображение х, переходит в х пополам. Отличное сжимающее отображение, но неподвижной точки у нее нет, потому что это должна была быть ноль, а нуля нет. Сжимающие тоже нельзя отказаться от этого, потому что, ну, например, вы берете, скажем, почему нельзя заменить на равно? Ну, потому что, скажем, достаточно взять просто параллельный перенос. чуть-чуть более тонкий пример можно построить, там, кажется, в листочке такое задание есть, что нельзя заменить строго меньше. То есть, нельзя поставить без q, но так, что вот расстояние между там f от x и f от y просто для разных x и y строго меньше расстояния между это тоже не хватит, чтобы иметь неподвижную точку. Вот. Ну и, конечно, нельзя отказаться от отображения из x в x, потому что неподвижная точка это f от x равно x. А вы можете сжать, да в другое место передвинуть, тогда никаких неподвижных точек не будет. Скажем, вы можете взять отображение вот x пополам и добавить к нему 10. Вот. Ну и это сжимающее отображение, безусловно, но оно вот на отрезке 0.1, скажем. Вот. Но это сжимающее отображение не имеет никакой неподвижной точки, потому что все переводит в какой-то там далекий отрезочек, совершенно никак с этим не пересекающийся. То есть получается, что это уникальное совершенно утверждение, которое сочетает простоту и почти неулучшаемость. То есть здесь вот улучшить его фактически невозможно. Значит, так редко вообще-то бывает. Значит, обычно всегда остается какой-то эпсилон, вот где можно чуть-чуть до лучшего. Значит, важное замечание. Имейте в виду, что, конечно, от полноты отказаться нельзя, но эти слова не означают, что полнота необходима. Значит, у вас листочки есть задача последняя, в которой просят выяснить, бывает ли так, что пространство не полное, а теорема сжимающим выполняется. Бывает. Вот просто на всякий случай имейте в виду, что бывает. Вот. Ну, я не буду пример указывать, потому что, собственно, в этом задачи состоит, но вот ответ такой, что да, так бывает. Вот. Значит, теперь, что в этой теореме все-таки плохого? Вот хорошего много, но плохое тоже есть, ложка дергая. Это, конечно, очень жесткое условие на это. Сжимаемость, конечно, от нее не откажешься в общем случае, но сжимаемость редко когда выполнется. Поэтому вот это условие сжимаемости хотелось бы ослабить. Значит, такой факт, который обычно используют, если не удается применять теорему о сжимающем отображении, и где как раз отказались от условий сжимаемости, это теорема Шаудера. Теорема Шаудера. Значит, я сформулирую ее в не максимальной общности, а только для РН, потому что у нас с вами не было разговора про нормированные пространства. А вот это будет разговор в следующем семестре. Но она Шаудер. Теорема звучит так. Пусть К это выпуклый компакт ВРН и Ф отображающий К непрерывно. Непрерывно. Тогда существует Х0, что Ф от Х0 равно Х0. Значит, вот ситуация другая, здесь более насыщенная по своей структуре ситуация, потому что, во-первых, там было любое полное метрическое пространство, здесь мы в РН, можно, конечно, и РН, там для тех, кто знает, о чем говорю, заменить на нормированное пространство, но это уже гораздо более богатое по структуре ситуация, чем просто метрическое, полное метрическое пространство. Вот. Теперь плюс к этому. Мы теперь работаем не совсем пространством, а с некоторым выпуклым компактом и требуем, чтобы Ф отображало не все пространство в себя, а чтобы оно отображало этот компакт в себя. Этот компакт в себя должен отображаться. Это тоже некое ограничение. Но никакой сжимаемости мы не требуем. Обратите внимание. Никакой сжимаемости не требуем, требуем всего лишь навсего непрерывность. И это значительно меньше. И тогда оказывается, что найдется неподвижная точка. Когда вы с этой теоремой впервые сталкиваетесь? Вы сталкиваетесь вот в такой простенькой задаче. Что если f – непрерывное отображение отрезка, скажем, 0,1 в себя, то у нее существует неподвижная точка. Значит, вот вы первый раз сталкиваетесь с таким отголоском теоремы Шаудера в случае, когда функция непрерывно отображает отрезок в отрезок. Эта задача, ну, во-первых, которую многие умеют решать, ну, а указание к ней простое, надо применить теорему о промежуточном значении, когда-то она с вами была на лекции. Вот. Значит, как доказывается теорема Шаудера? Ну, тут так дело обстоит. Значит, я, если честно, не хочу ее доказывать. Ну, во-первых, и потому что по времени у нас на это нет особого времени. Вот. А во-вторых, потому что, ну, я уж и делал это много раз, и как-то, ну, как-то вот хочется про дифференцирование поговорить больше, чем вот доказывать по этой теорему что-то. Но знать эту теорему полезно. Ну, а чтобы желающие узнать, когда доказывается, не чувствовали себя, ну, так сказать, сильно обделенными в этой ситуации, вот предлагается такое упражнение с подробной схемой доказательства. Значит, если по этой схеме пройти, то вот получится доказательство теоремы Шаудера. Значит, схема доказательства. Значит, схема доказательства начинается вот с такого частного случая. Значит, важный частный случай – это теорема Брауэра. Теорема Брауэра. Значит, теорема Брауэра – вот что звучит. Значит, так. Значит, вот возьмем ВРН, возьмем точки. А0, А1, АК. И рассмотрим такое множество. С, значит, которое устроено таким образом. Это Т0 на А0 плюс Т1 на А1 плюс ТК на АК, где Т, житые, не отрицательны, а их сумма – единицы. Такую выпуклую оболочку возьмем этих точек. Значит, в принципе, тут терминология может быть разной. Если потребовать, что, вот скажем, вектора А0, А1, А0, А2 и так далее, А0, АК линейно-независимы, то вот это будет называться симплексом соответствующей размерности К. Но можно и такую штуку тоже называть симплексом. Правда, тут бывает, что, ну, некоторым это не нравится, они считают, что симплекс – это как бы невырожденная штука. А, значит, ну, вырожденная, ничего страшного, можно, так сказать, избавиться от части точек и сделать уже нужную размерность. Значит, что это за объект такой? Значит, это, ну, вот, совсем просто понять, что это выпуклый компакт. Выпуклый компакт. ВРН. Вот. А еще полезно посмотреть, что это такое, когда вот К равно 0. Если К равно 0, это просто одна точка А0. Если К равно 1, это отрезок, соединяющий А0 и А1. Если К равно 2, это будет что? Треугольник. Ну, и так далее. Значит, будет там дальше пирамидка получаться и прочее. Значит, теорема Брауэра утверждает, что заключение теоремы Шаудера верно для непрерывных отображений S в S. Значит, вот теорема Брауэра говорит, что если F – непрерывное отображение S в S, то существует неподвижная точка такая, что F от X0, А1, X0. Значит, теорема Брауэра можно доказывать миллионам способов. Значит, просто вот есть целый список разных способов доказательств. Вот. И, в принципе, ее доказывают там на топологии. Значит, ее можно доказывать почти так же, когда оказывает соответствующее утверждение для отрезка с помощью Леммы Шпернера. Вот. И я даже, если честно, не очень хочу какое-то доказательство предлагать. Значит, вот, в принципе, ну, вот каждый, изучая математику, найдет себе то, которое ему понравится. Есть разные доказательства. Есть топологические доказательства, есть аналитические доказательства этого дела. Вот. Значит, но это вот такой важный промежуточный шаг. На самом деле, можно даже просто испытать свою смекалку и попробовать доказать для треугольника. Вот для отрезка доказательства это вы все знаете хорошо из теоремы о промежуточном значении. А вот попробовать доказать для треугольника. Вот мне казалось так, что если человек для треугольника может доказать, то дальше уже его не остановят ничего. Дальше можно просто аналогично доказывать для любого синтекса. Значит, вот. Значит, это первый пункт в схеме доказательства теоремы Шаудера. Значит, установить, что все хорошо для симпликса. Второй пункт – это понять, что не надо строить неподвижную точку. Значит, достаточно для всякого эпсилона больше у нуля построить такое х эпсилон из компакта К, что расстояние между f от х эпсилон и х эпсилон меньше эпсилон. Значит, вот достаточно такую точку построить. Кто понимает, почему достаточно доказать, что для каждого эпсилона есть такая точка х эпсилона? Почему это заменяет исходное утверждение? Ну, это компакт, значит, последовательность. Если эпсилоны будут стремиться к нулю, последовательность х эпсилонов будет содержать сходящиеся под последовательностью. Можно так, а можно просто посмотреть на что? На функцию. х переходит в расстояние f от х, х. Это композиция непрерывных функций. И на компакте она должна достигать чего? Минимум. А это условие просто нам говорит про что? Что этот минимум равен чему? Нулю. Нулю. Все. Значит, есть точка, когда f от х равно х. Значит, получается, что не надо пытаться строить саму неподвижную точку, а достаточно строить такие почти неподвижные точки. Ну и третья самая содержательная часть доказательства теоремы Шаудера состоит вот в чем. Значит, давайте вот тоже прокомментирую. Так почти как задача будет. Без долгого обсуждения подробного. Значит, вот смотрите. Теперь у нас как бы взрослая ситуация. Есть компакт выпуклый k. И есть отображение f этого компакта в себя. Значит, поскольку это компакт, то у него есть ε-сеть. Вот мы взяли ε больше нуля и хотим построить вот эту волшебную точку x ε. Значит, что мы делаем? Мы говорим, ну отлично, давайте возьмем здесь, в этом компакте возьмем точки. Там А1, А2, А3 и так далее. Там какой-нибудь АН. Значит, которые образуют ε-сеть. Это означает, что весь компакт будет лежать в объединении шаров с центром и в этих точках радиус ε. Значит, естественно, попробовать применить теорему Брауэра к симплексу, натянутому на точке А1, АН. Значит, вот берем такой симплекс. Значит, Т1 плюс т, далее, плюс ТН. Это единица. Значит, это подможество в k. Но проблема в том, что вот мы натянули какую-то выпуклую оболочку, взяли этих точек, да, значит, но проблема в том, что эта оболочка выпуклая, это совсем не все k. И мы не можем думать, что f отображает s в s. То есть мы не можем гарантировать, что f будет переводить его в себя. Нам надо для этого подправить f. Спрашивается, как подправить f? И вот здесь достаточно примечательная сама по себе очень часто используемая идея, ради которой я, в общем, во многом и затеял подробную схему доказательства. Значит, идея состоит вот в чем. Давайте определим такую функцию psi g от x, которая будет равна эпсилон минус расстояние от x до а ж, если это больше либо равно нуля, и ноль, если иначе. Значит, что это за функция? Как она выглядит? Значит, для этого функции это такой вот колпак, такой конус, как бы, у нее график. Вот есть шар с центром в точке а жито радиус эпсилон. Вот. Ну и у нас вот такой вот конус над ней стоит. А дальше ноль. Такой колпачок. Вот. Вот это psi жито. Понятно, да, как устроено? Ну вот если, так сказать, это обычно у нас расстояние евклидов, это буквально вот такой конус. Вот. Значит, чем хороши эти функции? Они положительны на каждом из этих шаров открытых, а вне них ноль. Но поскольку эти шары полностью закрывают весь компакт, то сумма этих функций от единицы до n положительна на k. Понятно, да? Потому что для каждого x хотя бы одно из слагаемых будет строго положительным. Но тогда давайте посмотрим новые функции. Альфа житое от x это psi житое от x разделить на сумму по g от единицы до n psi житое от x. И вот это замечательная штука, которая называется разбиение единицы. Разбиение единички. Почему это разбиение единички? Чем как бы хороша эта конструкция? Во-первых, все альфа житое у нас не отрицательны. Сумма альфа житое очевидно единица. Но было, что в числителе будет то же самое, что в знаменателе. А сами альфа житое, они пропорциональны psi житым. То есть вне шара с центром ажи радиуса епсиона это ноль. А здесь какая-то вот там искаженная непрерывная штука получилась. То есть это, конечно, не такие красивые колпачки, как были с пси житами. Но это очень похоже на них. Получается, что мы взяли и всю единичку единичку. Фактически это выглядит так. Вот у нас была единичка, а мы ее представили в виде суммы вот таких вот функций. перекрывающихся. Каждый из которых уже зануляется вне шара. Вот это очень частый способ локализовать ситуацию. Очень частый способ разложить единицу, которая нигде не ноль, в сумму таких вот как бы значит ненулевых только на каких-то множествах удобных нам. Например, в данном случае на шара. Вот. Ну и вот используя эти альфа-житые можно подправить функцию f. Давайте вместо функции f рассмотрим вот такую функцию g от x, которая есть сумма по g от единицы до n альфа-житые f от x на а g. Ну альфа-житые это числа какие-то да, прификсированном f от x. Ну вот такую штуку. Значит, поскольку альфа-житые неотрицательные и сумма у них единица, то функция g отображает s в s. А значит, у этой функции есть неподвижная точка. Такая точка z, что g от z равно z. Ну и вот упражнение состоит в том, чтобы проверить, что расстояние между f от z и z не превосходит эпсилу. Вот. Значит, вот надо сравнить f от z и z. Значит, подсказка подсказка такая. Ну, z, понятно, надо заменить на g от z. То есть, сравнивать надо f от z и g от z. Ну, f от z записано вот так. Ну, вот, дайте я продублирую, значит, по g от единицы до n альфа-житые f от z ажи-тые. Но надо бы f записать в таком же виде. И вот тут опять становится очень удобно, что альфа-житые это разбиение единички, потому что я просто могу единицу записать как сумму альфа-житых от f от z и умножить на f от z. Вот. Значит, получится, что я вот f от z умножил тем самым на что? На единицу. Ну, вот сравните эти две записи. Вспомните, где там альфа-житые зануляются и станет очевидным, что мы построили почти неподвижную точку. Вот такая схема доказательств. Здесь специально оставлены некоторые куски на самостоятельную проработку. Вот теорема Брауэра, потому что действительно много есть разных доказательств. И хорошо, прежде чем их читать, самому попытаться сделать это для треугольника, например. И вот последнее упражнение, которое на самом деле почти лишено, но тоже полезно осознать, почему же вот это ровно и есть та самая неподвижная точка. Вот два утверждения. Тем самым надо иметь в виду, когда вы говорите про неподвижные точки. Это теорема Банаха сжимающим отображений, и это теорема Шаудера о неподвижной точке для непрерывного отображения выпуклого компакта в себя. Вот. Так, есть ли какие-то вопросы здесь? Значит, ну и вот на этом разговор про топологию и непрерывность мы закончим и переходим к такой очень простой и поэтому очень короткой теме, которая называется дифференцирование функции одного переменного. Вот в следующем семестре у нас будет такое взрослое, настоящее дифференцирование сразу там в нормированных пространствах, но его проходить с самого начала вредно, надо сначала посмотреть, что бывает в одномерном случае. Значит, дифференцирование функций. Значит, я напомню определение, которое многие даже в школе проходят. Значит, если у меня есть функция F, значит, на числовой прямой, и мы взяли точку A из R, значит, то вот будем, значит, функция F дифференцируема в точке A, если существует предел при X, стремящемся к F от X минус F от A разделить на X минус A. Этот предел называется производной, как вы знаете, обозначается F' от A, значит, производная, ну, а существование этого предела это, значит, то, что называется F дифференцируема в точке A. Значит, полезно этот предел уметь переписывать в несковыдных формах, скажем, полезно сделать замену, чтобы теперь переменная стремилась к нулю, написать, что это будет F от A плюс H, минус F от A разделить на H, и это равно F' от A, это то же самое, вот, а последнее равенство бывает удобно переписать в виде не предела, а в виде равенства алгебраического, значит, вот когда у вас написано, что предел равен некоторому значению, это значит, что F от A плюс H минус F от A, это что такое, значит, делить на H, отличается от F' от A на что? вот на что это отвечает? Как сказать то же самое, но не говоря предел? у малая от что-то стремится к нулю, правильно? давайте, альфа от H, какая-то функция от H, по которой мы знаем, что ее предел равен нулю, вот, вот, такие функции обозначают часто у малой от единицы, значит, вот, можно писать, что альфа от H это O малая от единицы, это то же самое, что писать вот это равенство, только так вот почему-то удобно бывает писать не то, что там лим, альф, там равен нулю, а просто O, я пишу с верхним подчетки, с верхней чертой, просто чтобы O малая отличать от O большого, вообще черту ставить не надо, конечно, вот, значит, мы пишем, вот так будет сокращенно, это если мы хотим написать вот эту фразу, значит, это одно и то же, вот то, что выше было сказано, про то, что предел такого есть F' от A плюс что-то, стремяющееся к нулю, и если это так написано, то, конечно, предел равен F' от A, теперь это равенство пишут без дробей, ну, потому что дроби неудобно держать, поэтому получается, что определение дифференцируемости это вот такое равенство F' на H плюс α от H умножить на H, ну, если α от H O малая мы обозначаем, то вот это все вместе будет обозначаться O малая от H, то есть H умножить на что-то, стремящееся к нулю, значит, вот сказать, что функция F дифференцируемая и F' ее производная, это то же самое, что написать такое равенство, или же сказать, что F дифференцируемая и F' ее производная, это утверждать, что предел равен значению вот F' от A, предел вот этого отношения, вот, разные ситуации бывают, иногда удобно писать так, иногда удобно писать иначе, это как, так сказать, зависит от того, что, ну, например, в общей ситуации на произвольных, так сказать, линейных, там, нормированных пространствах, вот это оказывается запись удобнее, чем переход к пределу, поскольку, когда там уже, скажем, в РН координат много, не очень понятно, что там к пределу, как переходить, в каком смысле стремление должно быть, к чему должно быть стремление и так далее, и так далее. Хотя тоже можно написать с помощью предела, но здесь как-то замечательно, ни на что не делится. Значит, всегда можно считать, что альфа в нуле это определено нулем. Это не умаляет никакой общности, но делает эту функцию альфа непрерывной. И тогда можно вообще говорить о дифференцируемости, не прибегая к услугам предела, а просто сказать, что F дифференцируема, если она представляется вот в таком виде, где альфа от H в нуле равна нулю и непрерывно в нуле. Вот, собственно, этот способ избежать вообще даже использования пределов в определении дифференцируемости. Вот. Значит, что отсюда сразу видно хорошо? Сразу видно, что такое утверждение, что если F дифференцируема в точке А, то F непрерывно в точке А. Ну, действительно, что будет, если мы здесь перейдем к пределу при H, стремящемся к нулю? Куда будет стремиться это выражение? Это констант, это H к нулю. Куда будет стремиться это? Но здесь с запасом к нулю стремиться, потому что альфа к нулю стремится и H к нулю стремится. Все, нулю. Значит, F от А плюс H стремится к F от А. Но это и есть непрерывность. Значит, получается, что если F дифференцируема в точке А, то F непрерывно в точке А. Обратное неверно и обратное неверно прямо кардинально. Значит, вот утверждение, пример. такой вот знаменитый пример Верштрасса. Значит, возьмем такую функцию F от X. Это сумма от единицы до бесконечности 2 в минус n синус 8 в n и x. Значит, утверждается, что это непрерывная функция на все числовой прямой. И второе, что утверждается, что она для всякого А из F недифференцируема в точке А. F недифференцируема в точке А. То есть, это вот непрерывная нигде недифференцируемая функция. Значит, вот давайте сможем мы с вами понять, что она непрерывная. Сможем ли мы понять, что она непрерывная. Значит, для этого давайте вот на что посмотрим. Значит, вот как отличается F от x и конечная сумма от единицы до n 2 в минус n синус 8 в n и x. Вот можем ли мы сказать, чего это заведомо меньше либо равно? Вот если я отсюда удалю первые n большое слагаемых, то что у меня останется? Ну, останется хвост, правильно? Значит, и этот хвост, он будет как оцениваться? Вот смотрите, значит, остался хвост от n равный n большое плюс 1. Как мне его оценить? Ну, я могу модуль внести внутрь, синус оценить чем? Единичкой, и получится, что это меньше либо равно суммы по n от n большое плюс 1 до бесконечности 2 в минус n. Ну, а это у нас будет сколько? Ну, это меньше 1 на 2 вену, кажется. То есть, это не превосходит 1 на 2 вену. Понятно, да, что произошло? Просто от синусов избавились, стало только больше. И посчитали геометрическую прогрессию. Значит, получается, что вот эта функция от этой функции отличается вот так мало. И это верно. Обратите внимание, сразу для всех х на всей числовой прямой. Как из этого доказать, из этого наблюдения доказать, что f непрерывно? Вот я хочу теперь установить, что фиксированные точки a, f от x минус f от a отличается меньше, чем на epsilon, как только x минус a стало меньше delta. Как мне рассуждать? конечная сумма непрерывно же. Можем приближать ее. Не раньше трикольника может быть. Ну да, ну что, сделаем, чтобы здесь было там меньше, чем epsilon на 10 выбором n большого. Правильно? После этого смотрим на эту функцию. Это непрерывно? Значит, для нее такое дельта есть. А теперь подмена f на эту функцию дает погрешность epsilon на 10. Ну, для нее выберем дельта так, чтобы тоже epsilon на 10 глить. Получается так, что если я вот эту функцию даю g от x, когда я меняю f на g, возникает погрешность порядка epsilon на 10. А для функции g есть такое дельта, что как x минус a меньше дельта, то f от x минус g от x минус g от a меньше epsilon на 10. Просто потому, что это непрерывная функция. Ну, а теперь смотрим, если я здесь g заменю на f сколько раз я эту замену делаю? Два раза. Значит, погрешность такая два раза всплывает. Получается, что f от x минус f от a тоже меньше, чем epsilon на 10, только плюс два раза epsilon на 10. Наказание за то, что заменили функцию g на функцию f. Но это меньше epsilon, естественно. Вот. Значит, вот получается, что эта функция непрерывна. Теперь, как понять дифференцию, что она не дифференцирует? Значит, вот давайте докажем, что она не дифференцирует, и мы на этом сегодня закончим. Значит, это тоже, оказывается, очень несложно делается. Вот, значит, теперь давайте зафиксируем какую-нибудь точку a и будем доказывать, что f не дифференцирует. Значит, доказательство будет состоять в том, что мы покажем предъявим такую последовательность приращений, что с одной стороны hn будут стремиться к нулю, а с другой стороны вот эта штука будет уходить в бесконечность. Значит, вот мы сейчас для любой точки a научимся предъявлять такую последовательность hn, что эта штука будет уходить в бесконечность. Это будет означать, что, конечно, функция f не дифференцированной, потому что если бы она была дифференцированной, это выражение стремилось бы к производной, а не куда-то там в бесконечность. Вот. Значит, как мы это будем делать? Ну, давайте в качестве hn возьмем вот такую штуку. Значит, распишем f от a плюс минус, это мы выберем, в зависимости от n будет либо плюс, либо минус, пи на 2 и на 8, давайте вот здесь n большое, чтобы путаница у нас не возникла, с рядом, 8 в n, минус f от a. Значит, вот давайте распишем. Значит, плюс-минус, он в зависимости от n большого выбирается, для разных точек по-разному выбирается, естественно. Вот. Значит, а что это такое за выражение? Значит, это сумма по n от единицы до бесконечности, 2 в степени минус n, а здесь стоит синус значит, 8n a плюс-минус 8 в n пи 2 8 в n большое минус синус 8 в n a. В общем, жуть какая-то. Но на самом деле не такая уж и жуть. Ясно ли нам, что здесь лишь конечное число слагаемых не ноль? Значит, вот можем ли мы сказать, с какого номера заведомо нули? С какого номера вот здесь будет добавляться период просто? n дальше плюс 1. С n плюс 1, правильно? Значит, тем самым это сумма конечная от единицы до n большого, 2 в минус n, ну и вот здесь эти многообещающие синусы. Значит, 8 в степени n a плюс минус 8 в n пи на 2 на 8 в n значит, минус синус 8 в n a. Вот. Значит, это, конечно, сильно улучшает ситуацию, потому что, ну, с бесконечной суммой всегда сложнее работать, чем с конечным объектом. Ну и здесь давайте вот что сделаем. Рассмотрим отдельно последнее слагаемое. Значит, теперь, когда n равно n большое. Значит, что это за выражение такое будет? Значит, будет 2 в степени минус n большое, здесь будет синус 8 в n большое a плюс-минус пи пополам минус синус 8 n большое a. Теперь надо, значит, мы будем оценивать последнее слагаемое по модулю. Значит, и будем оценивать снизу. Мы сейчас с вами увидим, что здесь вот в этой сумме решающий вклад в последнем слагаемое. Вот, значит, а все остальные, они по сравнению с ним удивительным образом маленькие. Вот давайте посмотрим на вот эту разность. Ну, надо вспомнить школу. А школа говорит, что разность синусов это что такое у нас? как там разность синусов-то? Ну, нам стоишь до знака годится, мы модуль поставим. Там какое-то произведение. Ну, там наверняка синус разности есть. Причем, я думаю, что полуразности и косинус полусумбы. И еще двойку подним. Значит, получается так, что будет 2 в минус n, потом надо будет умножить на 2. Так, теперь давайте смотреть. Синус полуразности это сколько? Если 8n скратится, плюс-минус пи на 2, значит, плюс-минус пи на 4, а синус пи на 4 это корень из 2 на 2. И еще косинус. Ну, вот косинус чего-то такого, значит, 8 в n а плюс-минус пи на 4. Значит, теперь нам надо выбрать плюс-минус. Значит, смотрите. Вы можете добавлять или читать пи на 4. Значит, утверждается, что где бы ни находилось 8 в n а, вычитая или добавляя пи на 4, я всегда могу загнать ее вот на эти две дуги. Вот где бы точка ни находилась, поворачивая на плюс или на минус пи на 4, вы всегда можете сделать так, что эта точка лежит на одной из этих дуг. Согласны? Ну, вот если точка здесь, поворачиваем в эту сторону. Если точка здесь, в эту сторону доворачиваем. Понятно. Если точка в этой четвертине, поворачиваем сюда, она остается. Если точка в этой четвертине, сюда, она остается. Вот. То есть, где бы точка ни находилась, мы всегда выберем плюс или минус так, чтобы вот это выражение оказывалось лежащим на одной из этих дуг. А тогда этот косинус не меньше, чем косинус в пина 4. То есть, это все не меньше, чем 2 в минус n. Ну, а здесь будет 2 на корень из 2 на 2 и на корень из 2 на 2. Ну, то есть, двойка сократится. Да? Значит, тем самым получается, что последнее слагаемое в этой сумме, оно не меньше, чем 2 в минус n. А теперь давайте оценим другие слагаемые. Значит, что будет в этой сумме, когда, значит, это мы снизу оценили, а остальные давайте оценим сверху. Значит, теперь n меньше либо равно n минус 1. Ну, мы сразу сумму будем оценивать. Значит, вот берем сумму от единицы до n большой минус 1, 2 в минус n. Здесь стоит модуль. Модуль внутрь внесли. Оцениваем сверху. Значит, ну и как оцениваем сверху? Ну, опять разность синусов, опять переходим к полусумме и пользуемся таким наблюдением, что синус x по модулю меньше либо равно x. А про косинус, который появляется, вообще забиваем единичкой. Тогда получается так. Смотрите, под синусом стоит полуразность, но там берется с двойкой впереди. Поэтому просто эта разность оценивается разностью вот этих величин. Значит, вот это все выражение не больше, чем сумма от единицы до n минус 1, 2 в минус n. Значит, когда взяли разность, это сократилось. Осталось 8 в n пи разделить на 2 на 8 в n большой. Значит, вот давайте это немножко упростим. Значит, ну все, что от n маленького не зависит, вынесем. Будет меньше равно пи пополам на 8 в n. А под этим останется, смотрите, что останется. 8 пополам. Это 4 в n. Ну, теперь, вспоминая сумму геометрической прогрессии, это у нас будет 4 в n большое минус 4 разделить на 4 минус 1. То, что минус 4 вычитается, забьем, чтобы было больше и поменьше выражение. Значит, внизу будет 3. Получается у нас пи на 4 в n, на 6 на 8 в n. Но 4 в n делить на 8 в n, это у нас как раз сколько будет? Ну, будет 2 в n. Правильно? Будет 2 в n. Значит, смотрите, что теперь получилось. Значит, теперь можем оценить все вот это достояние, значит, по модулю снизу. Значит, вот я напомню, приращение функции, это было вот этим выражением. И мы его оцениваем так. Это последнее слагаемое, 1 на 2 в n, минус сумма модулей оставшихся слагаемых. То есть, мы пользуемся таким вот неравенством, что сумма двух чисел по модулю – это больше либо равно, чем 2 минус 1. Вот такой вариант неравенства треугольника. Значит, если модуль а туда перенести, получится, что вы к b добавили, вычли а. Вот. Значит, минус вот эта штука. Но это пи на 6, 1 на 2 в n. Но это было приращение функции. А нам надо взять приращение функции, делить на приращение аргумента. Значит, а плюс-минус там пи на 2 на 8 в n, минус f от а разделить вот на это пи на 2, 8 в n. Ну, там плюс-минус, естественно. И тогда получится, что это больше либо равно чего. Значит, мы здесь 1 минус пи на 6. Пи на 6 меньше единицы, поэтому это положительная константа. Теперь еще будет умножаться. Значит, поделили на пи на 2, то есть на 2 на пи. И поделили на что? На 1 на 8 в n, то есть умножили на 4 в n. И вот эта штука стремится в бесконечность. То есть вот мы проверили, что в каждой точке а мы можем устроить последовательность приращений. А вы видели, как выбирался плюс-минус в зависимости от а и n. То есть здесь, на самом деле, при разных n, в зависимости от того, какую точку а смотрим, своя последовательность плюс-минусов. Как раз как мы выбирали, когда загоняли косинус в диапазон, там, где угол меняется от минус пи на 4 до пи на 4 и симметричный. Вот, ушло в бесконечность. То есть вот конкретный пример, на самом деле, это частный случай целой серии примеров, когда функция всюду дифференцируема, всюду непрерывно, но ни в одной точке не дифференцируема. То есть вот такое, значит, такое вот бывает. Вот такой конкретный пример. Так, есть ли у вас какие-то вопросы? Значит, ну, если нет вопросов, то в следующий раз продолжим обсуждать. Продолжим и закончим этим. Обсуждать дифференцируемость. Еще пару вещей мы достаточно примечательных с вами обсудим. Я хочу обсудить правила Лопиталя, чтобы вы увидели, насколько это простая штука. И формулу Тейлора с некоторых точек зрения я хотел обсудить. И, собственно, вот на этом курс этого семестра закончить. Значит, напоминаю, что экзамен 13 декабря. Чтобы его сдавать, надо накануне написать на почту Quest Matan о том, что вы это хотите делать, хотите сдавать. Ну и призываю активно сдавать листочки. Все тогда. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok